Согласно статистике, число ДТП с участием детей и подростков ежегодно увеличивается во время школьных каникул. В свободные от учебы дни ребята много времени проводят на улице, нередко играют и катаются вблизи дорог. Единственным способом снизить детский травматизм является знание и соблюдение правил всеми участниками дорожного движения, в том числе и самыми маленькими. Квест-игра состояла из нескольких этапов. Ребята справлялись с различными заданиями, отвечали на вопросы викторины и вспоминали дорожные знаки. Что они делают эти знаки? Они запрещают. Что они запрещают? Они предупреждают. Они предупреждают. Потому что пешеход может пойти. Совершенно верно. Доступной и понятной форме донести до ребенка необходимость соблюдения ПДД и использования защитной экипировки – задача не из простых. Мы с удовольствием напоминаем детям о значимости правил дорожного движения. А квест – это же игра. А в игре дети намного лучше запоминают правила дорожного движения, изучают что-то новое, они узнают для себя. Но это интересно. Алина и Антон – учащиеся младших классов. Но несмотря на свой юный возраст, ребята без труда называют основные правила безопасного поведения на дороге, с соблюдением которых, как показывает практика, справляются далеко не все взрослые. На велосипеде, самокате и прочем транспорте нужно кататься на специальных дорожках, а не по дороге, где ездят машины. То, что переходить можно только на зеленый свет для пешеходов. Пешеходы, они должны переходить дорогу только по пешеходному переходу. Водители, они должны ехать только для машин на зеленый свет. По результатам квеста дети доказали – на улицах города готовы вести себя по-взрослому. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».